вкусненько это смазка обгорает вот так вот если кто не знает это анатолий компания кубань печи это ппш в миру пистолет-пулемет шмырина это не простой ппш это ппш-м то есть шмырина могола ладно я шучу это ппш пара перегреватель пара перегонять и пара переиспаритель господина шмырина компания теплов и сухов я уже тестировал этот модуль тестировал два года назад в течение двух лет произошли огромнейшие конструктивные изменения которые хранятся от всех в тайне и секрете и конкретно сейчас вы видите модель которая называется ппш м2 она тестовая то есть отдано нам на растерзание на тесты стоит она на банной печи быстрится печь топится около пяти минут в течение пяти минут мы уже видим то что ппш начинает свою работу это абсолютно свежий модуль вынута из коробки поэтому сейчас он озонирует воздух сгоревшими маслами но это не в этом смысл его смысл того как масла прогорят пойдет отсюда пар мы проверим идет по качество вместе с маслами маслами потому что он на хомуте уже видно как он конденсируется хомут логий хомут какой замечательный это же тоже теплов и сух так зачем нужен этот прибор вот мы сейчас находимся в парилке которую собрал анатолий она очень маленькая здесь 8 кубов печь у нас аж на 24 куба это желание хозяину взять печь с запасом и такое бывает очень часто чрезвычайно часто в случае вдруг про этот случай никто не знает вдруг печь будет перегревать пересушивать воздух ппш жизненно необходим для тех людей которые хотят взять печь с запасом почему потому что ппш делает следующее он увлажняет постоянно микроклимат парилки сухим мелкодисперсным паром анатолий расскажи как он устанавливается до устанавливается как первый метровый модуль трубы просто ставится а дальше как то есть ты его поставил я смотрю тут система всяких трубочек мы устанавливаем сразу его с баком бак у нас постоянная подпитка покажи пальцем вот здесь стоит поплавок который постоянно поддерживает уровень ноты и нажать его у нас перекрыта вода давай откроем ее нажать его видно как там идет вода получается устанавливаем бак бак в бак врезаем поплавок проверяем уровень воды в баке он у нас на таком уровне здесь стоит сейчас выставляем уровень воды по необходимому уровню на ппш испытывая прошлую модель я установил сначала на вот этом уровне и он работал не так как положено поэтому в этот раз мы сразу опустили уровень чуть ниже вот сейчас примерно на вот этом уровне ну хотя по нему можно определить вот так где-то стоит вода в нем если нужно будет выше мы его поднять подымем либо можем закрыть кран и вручную добавлять воды столько сколько нам нужно у нас разбег бака вот отсюда вот вот до сюда мы можем регулировать уровень воды нему идет подпитка системы он стоит система кранов верхний зелененький это на бак это на большая нижний зелененький это идет на бак навесной для печи быстрится 3 зелененький это на слив воды из бака значит ппш нужно использовать всегда 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 чтобы в этом баке была вода это говорю я анатолий кстати я не представился май нейм из анатолия from russia moscow и я барыгопичами и дымоходами из интернет-магазина жар парков в котором продается вот это замечательное изделие анатолий давай тогда подождем пока в бане будет кондиция именно бани и зайдем да посмотрим может спичку попробуем поджечь может чуть еще подожжем ну вообще скажем свои ощущения касаемо этой замечательной штуки но я думаю надо добавить еще потому что это уже добавь напомню не первая тестированная модель что он делает он во-первых работает на дымоходе на горячим когда работает интенсивно печь тогда работает ппш когда печь уже остывает и там остаются угли он практически не работает ну по крайней мере прошлая модель сейчас мы проверим как будет не будет работать это на холодном дымоходе он что делает он насыщает постоянно парную нужными кондициями пара на прошлой парной мы протопили печку добрали нужную температуру в парной 60 градусов и ппш нам сделал 45 процентов влажности поэтому ну для такого прибора считаю это прям хороший результат после того как готова баня вместе с ппш заходишь кидаешь пару ковшиков догоняешь температуру влажность воздуха до 60 процентов все и необходимые нам 60 на 60 готовы славненько скажи а с какими трудностями ты сталкивался когда монтировал или с какими ну из трудностей во первых было найти бак бак нему как бы но проблематично найти я просто знаю рынок там я на днях случайно ехал увидел вот такой бак поэтому мы сразу поехали его нашли если бы мы искали целенаправленно не знаю где он продается то проблематично было бы во первых во вторых просверлить но это баки так смотрю на на из двойки или из двух миллиметровой нержавейки просверлить его тоже довольно таки проблематично было мы спалили сверло дорогое но просверлили поплавок который заводской он тоже не подходил мы его согнули там ну что-то сделали как бы все это за запустили но у нас есть не обвес необходимый набор инструментов чтобы любую любой бак как бы доработать мы можем но по простому человеку который дома все это устанавливает будет проблематично собрать это все то есть ты предлагаешь сергею геннадьевичу шмырину генеральному верховному чародею завода теплов и сухов комплектовать свое изделие ппш которая появится скоро на прилавках а может быть когда вы уже смотрите это видео она уже есть комплектовать его баком не только баком еще и вот этими шлангами вот этот шланг нужен обязательно а почему же можно купить но их можно купить но их очень проблематично найти у нас краснодар как бы тоже развитый довольно таки регион но мы с тобой ты знаешь что мы проехали все магазины и мы не нашли трехчетвертного газового шланга ни в леруа ни в бау-центре ни на рынке ни в специализированных магазинах его нету поэтому я не знаю насколько это правильно но мы перешли на полдюймовый шланг и поставили здесь переход с трех четвертей на полдюйма ну сделали так потому что вариантов у нас не было никаких других надо было запускать это все дело поэтому моя рекомендация укомплектовать ппш баком и шлангами Сергей Геннадьевич вы слышали то что когда у вас конструкция пойдет уже на полке необходимо пусть это и удорожает конструкцию бачок и гофрбак может быть просто тогда как доп опция к этому изделию все это дело потому что у некоторых может быть валяется этот шланг там со стройки остался у кого-то есть бак кто то что то может приспособить поэтому ну дополнительными элементами можно ну как бы если бы я покупал этот бак я конечно выбрал в комплекте потому что бегать по всем магазинам по всему городу все это искать собирать но не очень и это мы городские жители а что происходит там где нету больших магазинов это ужасно поэтому как только эта модель будет в серии у него есть еще наше пожелание один большой плюс так в его стоимость получается входит практически метр дымохода который мало этого еще снимает температуру с дымохода а значит пожаробезопасность увеличивается всей конструкции в прошлой бане где мы его устанавливали мы заметили что нет инфракрасного излучения от трубы он довольно таки хорошо его снимает ну это замена грубо говоря метрового модуля дымохода который на сегодняшний день там конец декабря да сейчас 2018 года если 08 брать он там ну в районе там 800 рублей метр стоит и плюс сетка каменка как ты знаешь на прошлом объекте мы ездили с тобой покупали ее это три с половиной тысячи рублей вот вместо от сетки каменки с дымоходом которые в сумме дают грубо говоря там четыре с половиной тысячи можно лучше установить вот этот прибор однозначно дает хороший пар однозначно ну чё надо потестить когда уже все будет готово не инфракрасного излучения очень комфортная температура а речо в декабре в краснодаре встречается трава зеленая настоящая посмотрим что с ней случится если случится как ее прям сбрасывает потоками кстати видите пара не видно ничего но пар тут идет однозначно ну вы видите потоки не 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 надо посмотрим что произошло с травинкой если что-то произошло немножко поджарилась и очень сильно высохла труху то есть пар мелкодисперсная очень горячая если кто не верит что это свежая вот сколько тут не три труху она не превращается а только вот зеленая становится что-нибудь еще потестируем это потому что у нас дверь открыта и потоки холодного воздуха бьют и видим пар кто не верит что идет пар а вот тут вот большое расстояние паровой пирог здесь образуется соответственно здесь тепло и хорошо а в руках у меня кусочек упаковочной ленты от коробки посмотрим что случится что это происходит это происходит что это происходит и чтоował что там м Горячо. Вот она просто свернулась в трубочку. А вот сейчас я ногой закрыл заслонку у печи, и вы услышали, что ППШ стал работать послабее. Прекратил кипение, бурление. И я ошибся. Пурление просто перешло на другой какой-то уровень. Но пар все равно идет. Вот вы видите. Вот что случилось. Что-нибудь еще придумаем, что можно... Ой, высохло все. Что-нибудь еще придумаем, что можно поделать. Слышно капанье. Это в бак докапывается вода. Пар идет. Попробуем поджечь марл бора, если выйдет. Вот так вот. И откроем зольный ящик на максимум. Вот так вот. Сейчас он забурлит. Труба будет малинового цвета. И посмотрим, будет что-нибудь или не будет. Кстати, конструкция полностью безопасная, потому что это сообщающиеся сосуды открытого типа. Здесь открытый сосуд. Здесь вот отверстие. О! Тубачком запахло. И тут открытый. ПКШ закурил. Это баком пахнет. На дыму не видно. Вот чем бы... Зашевелил. Духи. Духи предков. Я вызываю. Знаешь, как называется? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не баловалось. Выскочится интересно сама или не выскочит. Ху, ну табачи чем-то пахнет. Накурили-то, накурили. Какой-то у меня грожа-то не выскочила. Хороший, вы мне опять портите муход. Ну ладно, мы закрыли зольный ящик и попытаемся усмотреть через фильтр, и дым идет. Видите, да? Как бы ее выдернуть оттуда. Руками. Давай. Да ты че? Опа. У нас горела. Почти подкурили. Еще, еще, еще. Ну видите, все сами. Вот такая вот вещь ППШ. Проверка на мелкодисперсный пар, я считаю, пройдена. Ты как считаешь? Да. Ты как считаешь? Только он существует не для этого, чтобы сигареты в нем запалили. О, спичка! Так, давай дальше. Бросай ее туда, внутрь. Не-не, внутрь прям бросай. Зачем? Вот так мы делали. Как мы делали? Сейчас тут разговаривайся. Давай в сигарету воткнем, чтобы пальцы не обжечь. Фильтр желательно. Ну-кась. Батюшки. Фильм наш себе. Батюшки. Бог Троица любит. Что спички? Вон, смотри, у него плавится, загорается древесина, прежде чем серая. Вон, видишь, обугливается сначала древесина, потом только серая загорается. Задом наперед, а вставьте спичку, посмотрим, что ли. Наоборот, ставьте. Вон, уже видно. Да. Ну, это абортик, возможно. Нет. Нет, ну, все равно, что сказать. Мы доказали экспериментально, что пар тут мелкодисперсный. И очень высокотемпературный, что очень хорошо. То есть, если кто-то думает, что потенциально, если увлажнитель будет такой влажный, пар, то все будет конденсироваться, все сгниет. Ничего подобного. Пар, высокотемпературный, мелкодисперсный, конфетка, а не пар. Закрываем взорный ящик, задвигаем и будем ждать, когда нам покажет нужную температуру в парилке приборы и нужную кондицию. И пойдем уже попаримся, посмотрим, что будет. И вот как работает ППШ. Что мы хотели получить в конечном итоге. Надеюсь, всем видно, что термометр показывает 60 градусов. И влажности тут 35 градусов. Мы не делали никаких поддач сюда. В общем-то, хороший такой щадящий режим. Если мы откроем сейчас зольный ящик, то ППШ как запопышашет и резко поднимется влажность. Опять же повторю, парилка маленькая и это как раз нужно для того, чтобы не пересушивала печка ничего. Что скажешь? Что скажу? Ну, а есть что сказать? Ну, по поводу ППШ. Пока ты там снаряжал свой телефон, я зашел сюда. У нас температура была еще тогда 50 градусов и влажность 45%. Это, в принципе, про то, что я тебе рассказывал. На первом ППШ была же такая же история. Была такая же история. И этот, в принципе, работает идентично первой модели. Ну, кстати, даже он немножко лучше работает, потому что от того спички не загорались. Ну, спички полить там, бумажки, это, конечно, все гульки. Мы уже наигрались, испытывались. Для чего он нужен? Во-первых, снимает он хорошо инфракрасное излучение. Во-вторых, труба вот здесь имеет одну температуру, а вот здесь вот она гораздо уже меньше. В-третьих, он, получается, мы затопили печку, сюда сделали одну закладку хорошую и не подкидывали больше. Пришли уже, ну, практически те кондиции, которые должны быть для русской бани. Сейчас буквально пару ковшиков, и все заработает как положено. Вещь хорошая, я надеюсь, что, может быть, после этого видео, может быть, раньше завод примет решение все-таки выпустить данную модель. ПКШ, она работает вполне достойно. Одобряешь? Я бы себе такую приобрел бы. Только ее нет в продаже. Пока что. Да, и у меня такой даже нет. Я тоже одобряю, вещь вообще, во, мировая. Класс. Ну что, респект Теплов и Сухову. А мы хватаем веники. Будем заво впаривать их. Всех, кто возьмет вот такую вещь. Всех с наступающим легким паром. Ну и осталось традиционно, по доброй, хорошей традиции, нажать кнопку лайк и красную кнопку подписаться. Йоу. Все. Всем пока. С вами был Анатолий Барыгопичами и Дымоходами. И Анатолий Барыгопичами и Дымоходами. Только Анатолий Краснодар. А этот Анатолий Дефолт Сити. Москва. Все. Привет Сергею Геннадьевичу Шмырину. Да, огромный привет Сергею Геннадьевичу Шмырину. Ну и не только Сергею Геннадьевичу. И всему коллективищу. Да, всему коллективу. И пусть все-таки они выпускают это дело. Паровой пистолет Шмырина. Геннадьевичу Шмырина. Корректор А.Кулакова.